Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Комнатные растения справедливо называют зелеными друзьями дома. Среди них есть деревья, кустарники и травянистые растения. Одни мы ценим за красивые вечно зеленые листья, другие за великолепные цветы. Как ухаживать за комнатными растениями, узнаем у гостей нашей студии. У агронома Виктории Андриановой, добрый день! Виктория Юрьевна, здравствуйте! И нашей телезрительнице, цветоводолюбителе, Карина Петросянцева. Добрый день, Карина! Здравствуйте! Сразу напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. Традиционно, с вашими вопросами гостям, ну естественно, по комнатным растениям, пожалуйста, обращайтесь. Также не забывайте, что у нас есть ICQ, пишите туда, с удовольствием озвучу ваши вопросы, мы на них ответим. Ну, первое, весна. Ну, она, собственно говоря, по календарю-то в полном разгаре, но если за окошко выглянуть не особо, ну пора растения готовить. Ну, вот цветы у нас уже проснулись, уже, наверное, некоторые заметили, что уже дома у цветочков у нас появились новые листочки. И вот если у вас растения переросли в свои горшки, это можно определить, когда вы подняли свой горшок и из него уже видно корешки. Или когда приходится... Прямо они через дырочки выпал варком? Да, прямо через дырочки поднимите, и блюдце уже видно будет, корешки. Или когда ваше растение начинает слишком часто требовать полив. То есть, если вам приходится поливать чаще, трех раз через три дня на четвертый, то уже его, да, его уже пора пересаживать. Также можно определить, что вот когда вы, допустим, достали свой горшок, и видите, уже корневая система такая у него, то есть, можно его уже делить. И корень, когда сильно заплетен, его надо обязательно резать ножом. То есть, да, не надо жалеть, потому что, когда корневая система сильно оплелась, мы пересадим в другой горшок, и растение просто не сможет расплестись, и оно так и останется в комке, и иногда вот погибает растение целиком. А то, что мы их разрезаем, это ничего страшного, у него наоборот возобновятся маленькие корешки, да. То есть, можно его вот так поделить даже, вот так если хорошо потрясти, видите, например, это хлорофитум, он очень хорошо делится. Наверное, самое распространенное растение, которое есть у у всех, оно очень легко размножается, да, вот такими? И очень полезно, да, его размножать, можно вот у него усики такие, можно вот это усико обрезать, вот тут уже видно корешки воздушные. Как обычно, стаканчик с водой? Да, можно с водой, можно прямо сразу в землю сажать. Также весной у нас растения уже в марте месяце, в апреле проснулись, и требуется подкормка растений. В первую очередь, это надо сейчас подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. То есть, это у нас для корней и для того, чтобы растение было здорово. Фосфорно-калийные, это все-таки их покупать нужно? Или это из чего-то можно переделать домашнего? Нет, нет, это желательно купить в магазине удобрения фосфорно-калийные. Да, фосфор мы ни из чего не сделаем, и там, мне кажется, даже... Мало, может, фосфорную фосфорную наступать. Или рыбку положить, да. Не, не помогает, только запах неприятный дома будет. Также можно стимулировать растения. Вот у меня тут есть такие феровид, например, это стимуляторы роста. Мы уже в прошлый раз разговаривали о них, то есть, мне они очень нравятся. Вот, то есть, это растения, которые... Дай, я сейчас туда покажу. Вот когда, например, после... Дома же у нас сухо было зимой, и кончики листьев, когда вот видно, подсыхают. То есть, надо взять и опрыскать растения. А там легко все это делать? Очень легко, то есть, разводится, все инструкции тут есть, буквально на литр воды. Что-то идет один миллиграмм, да. Там капсулы, да. У нас есть звонок, давайте звонок сразу примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. В общем, это... У меня такой вопрос. Посадил, в общем, кактус, А он не растет. И не знаю, что вот... Что с ним делать? Давно посадили? Шесть месяцев назад. Спасибо большое вам за вопрос. Кактус? Что? Наверное, тоже одно из самых простых стран. Ну, кактусы, во-первых, сами по себе, они медленно растут, кактусы. Потом кактусы не любят, когда сильно удобренная земля. Я вот не знаю, в какую землю пересадили. То есть там надо вот буквально, чтобы песок и вот наши обыкновенные почвы была, перемешать вот один к одному, чтобы больше песка было. То есть и кактусы не любят подкормок. Подкормку не полив. Ну, поливать это... Ну, из пипетки, из рюкзак. Да? Прямо из пипетки? Ну, фигурально. Фигурально. Да, то есть в зимний период, когда у нас холодно, да, кактусы надо очень редко поливать. И надо, чтобы они находились, где прохладное окно. Ну, то есть самое прохладное. Зимой кактусы любят 10-15 градусов. Чтобы они как будто спали. Ну, да. То есть как у них на родине в пустыне, все-таки там бывает все-таки холодно. Градусов 10. И точно так же, если хотите, чтобы у вас кактусы цвели и росли, надо, чтобы зимой все-таки было немножко прохладно. А летом, когда больше солнца, чтобы было жарко. А у нас получается наоборот. Зимой очень жарко в квартирах, топят хорошо. А летом мы все-таки проветриваем. Но я не знаю, попробуйте пересадить. Вот специальные есть почвы для кактусов. Может получиться. Крина, дома много наверняка растений, да? Больше 20. Ого. Они, наверное, все пространство практически занимают, да? Да, все горизонтальные поверхности. Уже занимались пересаживанием, подпитыванием? Вот как раз вот собираюсь, да. Некоторые пересадила, надо грунт купить. Как раз вот у меня ждут пересадки с птифиловым и холлофитом. И вот это нужно делать каждый год, получается? Да нет, не обязательно. Все зависит от того, в какой горшок посажено растение. То есть как? Если изначально в хороший большой горшок, и там его можно подпитывать только? Нет. Изначально в большой горшок растение я не высаживаю. Да, то есть если мы возьмем... Во мне очень видно, что я не занимаюсь растениями. Маленькое растение возьмем и посадим его сразу в большой горшок, зная, что он в итоге все равно большой вырастет, то корневая система просто не сможет использовать влагу всю, и все эти вещества, которые там находятся, и она просто сгниет, и цветок у нас в большом горшке погибнет. То есть его потихонечку надо только увеличивать, да? Вопросов много от телезрителей на Сикьюву приходят, и я сейчас предлагаю нам посмотреть один из вопросов. Мы вышли на улицы города Скотовкара, и наши телезрители задавали вопрос. Слушаем. Очень часто вянут и сохнут листья на цветах, особенно зелено-растущих, ну не цветущие, которые... Не знаем, как справиться с этим. Вот такой вопрос. Ну вот я уже говорила, что наверняка вот так же, как на хлорофитуме, сохнут листочки, да? Кончики. Листочков, это значит, что сухой воздух, то есть если вы нормально поливаете, то в квартире просто сухой воздух. Обычно надо растения чаще опрыскивать или пользоваться увлажнителем. Также, если вы редко поливаете растения, ой, часто поливаете растения, заливаете, то у растений тоже сохнут листочки. Только если мы залили, то у растений вот эти кончики будут мягкие, коричневые. А если засушили, то получается то сухие ломки. Вопрос, пришедший на стекью. Я думаю, вам обеим адресован. Вы предпочитаете покупать готовые растения или выращиваете сами из семян? И в чем преимущество таких растений? Ну если я, то я предпочитаю из черенков выращивать растения. Потому что из семян еще не всегда угадаешь. Например, герань, фиалки. Если их посеять, они расщепляются. И то, что написано на упаковке, что красная герань, допустим, она может у вас и розовая вырасти. То есть не факт, что там будет. Сортовые признаки не передаются по семенам. То есть она может оказаться другого цвета, чем указано на упаковке. То же самое черенками. Еще один вопрос от телезрителей. Давайте посмотрим. У меня адрацена пропала. Вот почему она пропала, эта адрацена? Столько лет росла, и вот почему-то это зимой. Ну почему она могла пропасть? Что может такого страшного случиться с драциной? Залить. Драцену, да. Ее можно залить зимой. И потом, я не знаю, сколько лет она жила, все-таки у всех растений есть свой срок жизни. Там драцена, мне кажется, на лет 5-10 живет, потом тоже гибнет. У нас такой традиционный уже рояль в кустах, тоже драцена, собственно говоря. Купили в магазине. Вот бывают проблемы с растениями, которые куплены в магазине, их неправильно, видимо, там, не знаю, пересадить в другой горшок. Вот что мы можем и должны сделать для этого растения, чтобы оно цвело. Ну не цвело, естественно. Хорошо, дальше продолжало жить. Значит, принесли драцену домой, сразу пересаживать не надо. Надо, чтобы она немножко привыкла, у вас недельки-две все-таки. Она как раз-таки недельки-две у нас и пожила. Да, недельки-две пожила, и после этого, ну давайте пересадим. Давайте. Покажем нашим. Давайте я заберу у вас. Давайте мы возьмем. Сегодня у нас много зимы. Во-первых, надо взять горшок, чтобы ваше растение с горшком спокойно сюда входило, да? Желательно с вашими руками. Вот. Потом надо обратить внимание, чтобы у нас все-таки были дырочки. Да? Давайте мы телевизором покажем. Вот они, дырочки. То есть горшки должны быть с дырочками. Поэтому я не люблю, когда вот используют кашпо. Лучше взять вот красивый горшок кашпо и вставить туда горшок. Вот тогда вы будете видеть, задерживается вода там или нет. Лишнюю влагу всегда можно вылить. Потом, значит, берем драценку нашу. Надо вот хорошо вот так обжать. Влагу. В магазинные горшочки чаще всего достаточно мягкие. Да. То есть надо, во-первых, хорошо полить. Вот она у нас немножко сухая. Ее надо было полить. Потом на дно горшочка обязательно надо положить дренаж. То есть, чтобы... Чтобы мы не приготовили. Чтобы потом у нас вот эти дырочки не забились просто корнями и почвой. И чтобы все-таки корень дышал. Давайте я перчаточки одену. Чтобы у нас тут потище немножко было. Пока просто задавайте. Значит... Ой, не получается у меня одеть. Там, в принципе, в земле ядовитого ничего нет? Да, ничего. Это чтобы руки у меня остались чистые. Значит, немножко вот земля, то, что у нас отряхивается, мы ее уберем. Ага. Да, потому что... Какие корни там шикарные? Все-таки там перекармливают, я считаю, что растения, чтобы они были ярко-зеленые и чтобы цвели. Вот то, что падает, надо убрать. Если вот иногда вы видите, маленькие, когда покупаете, иногда прямо они как в нетканке. Ага. То есть это надо обязательно мешочек, этот надо разрезать будет. Значит, положили дренаж. Немножко надо почву положить в горшок. Давайте разрежим. Почву. В принципе, она или какая почва должна быть? Есть готовая для дроцент? Да, вот у нас как раз, как раз для декоративно-левственных как раз вот нужная почва. Есть отдельно для дроцент почва. Ага. То есть добавили немножко туда земли, вот на донышко буквально. Потом поставили растения. Придержите. Вот. И вокруг вот так аккуратненько обсыпаем и обязательно пальчиками надо прижимать. Потом иначе, если вы подойдете, вся сняка осадит. Курни окажутся снаружи. То есть вот дешком продается в магазинах разной фракции, крупный, мелкий керамзит. То есть он насыпается сантиметра на два. Я так понимаю из разговора, что можно не только их купить и тратить деньги, но можно использовать какие-то домашние. Можно тарелку разбить на мелкие кусочки и туда покидать. Да, можно щепу крупную взять. Или уголь древесный, это уж как вариант. Древесный. И обязательно досыпаем не на уровень краев горшка, потому что, чтобы мы могли потом нормально поливать. Иначе, если мы будем поливать, вода у нас будет выливаться. Мы прямо сразу будем поливать? И вот сюда давайте. Надо полить примерно стакан воды. Вот на такой горшок. Чем крупнее горшок, тем больше воды надо полить. Значит, вода у нас в блюдце выльется, через минут пять эту лишнюю воду надо будет слить. Значит, если мы пользуемся черенками, когда пересаживаем, то я бы посоветовала края черенка присыпать или древесным углем, или вот использовать такой корнеобразователь, это вот корневин, тоже стимулятор такой для корней. Очень хорошо приживаются потом растения. Пересадили, пока у нас тут дарацена приходит в себя. Еще один вопрос предлагаю от нашего телезрителя выслушать. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Да, да. Я... Вы меня слушаете, да? Да. Девушка, скажите, я много лет вот выращиваю фиалки, и всегда хорошо они у меня цвели. Такими шапками, все. Но почему-то сейчас у меня больше растут листья от фиалок, огромные такие розетки, а цветочков не так много. Хотя сделаю все точно так же, как всегда. Спасибо большое вам за вопрос. Фиалочки. Я бы сказала, что фиалки не любят сильных подкормок. То есть, видимо, очень хорошо любят цветы и очень обильно их подкармливают. Вот тогда они начинают жировать и перестают цвести. В буквальном смысле жировать, да? То есть, не поливать, чтобы они прямо буквально немножко подсохли, подсушили. Морально подготовиться. Да, да, да. Потом обильно полить хорошо, чтобы это все пролилось. И потом на третий-четвертый день подкормить калийными удобрениями. Или вот есть удобрения специально для фиалок, для цветущих растений. Просто у цветов, как у всех нормальных живых существ, есть главный инстинкт самосохранения. И когда тебя засушили, значит, надо размножаться. Размножаться, значит, цвести. Все просто, в принципе. Нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, пишите нам на Секью. И, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случа из практики». Сегодня мы говорим о комнатных растениях. Как за ними ухаживать, нам рассказывают гости нашей студии. Агроном Виктория Андреянова и цветовод-любитель, наша телезрительница Корене Петросянцева. Есть у нас звонок. Давайте примем сразу же. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Катюша. Симпатично, мне очень нравится. Спасибо. Как вы выглядите всегда? Я прямо обожаю. Зато я даже смотрю только на вас. Ну, что я уже пожилая. Скажите, пожалуйста, вот у меня... Я очень люблю цветы. У меня цветок есть, я не знаю, как его зовут. У него листья, как у сирени. И растут шишки такие, красные, яркие красные шишки. И понимаете, он очень много требует воды. Если нету, каждый день я поливаю огромным количеством воды. Если нету, он просто засыхает. И шишки превращаются в темно-бордовые такие делаются. Скажите, пожалуйста, может, что-то другое надо? Или какой-то дренаж туда? Или что ли? Вот. И еще я хочу спросить. У меня есть еще аллои длинный такой. Длинные вот такие. Ну, не мелкие, а длинные. И они очень быстро растут. Вот за зиму вырастают почти за полметра. Как бы я хотела, чтобы они чуть-чуть меньше были. Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Первая часть вопроса. Первый неизвестный цветок. Ну, я думаю, скорее всего, листочки маленькие должны быть. Похоже на сирень, но листочки маленькие. Я бы сказала, что это паслеон. Похож на паслеон. У него должны быть мягенькие листочки и такие шарики красные. Он очень сильно любит пить. Это семейство паслеоновых, как наши помидоры, то же самое. И, во-первых, мы говорили, скорее всего, маленький горшок у него, потому что часто приходится поливать. Во-вторых, растение очень влаголюбивое. И по второму цветку это по аллое. То есть его надо обрезать, не подкармливать тоже, потому что он к суккулентам относится. И есть такой препарат, называется атлет, который стимулирует рост, уже не дает расти. А оно становится маленькое, толстенькое и хорошенькое. Начинает это расти в ширине, в высоту. Еще один вопрос из Асекео, от Надежды. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, правила ухода за таким растением, как замиокулькас. Сколько поливать, где ставить? Солнечная сторона или затемненная? Требуется ли ежегодная пересадка и подкормка? Ну, тоже зависит от размера цветка. Замиокулькасы как маленькие, так и большие поливают. Так, значит, замиокулькас совершенно не любит сквозняков. То есть, если немножко на него попал сквозняк, у него сразу начинают желтеть листья. Плюс 10 для него это смерть. То есть, он уже плюс 10 и уже погибает. Растения надо поливать очень обильно, но редко надо подождать, пока у него подсохнет верхний слой почвы, и только после этого поливать. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я вот хочу задать. У меня мать выращивает цветы, тоже любит. И у нее почему-то на зиму погибает герань и ванька мокрый. Вот летом цветут хорошо, пышно хорошо, а вот ближе к зиме они почему-то сохнут, желтеют, погибают. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Дома жарко, наверное, у них. Поэтому растения гибнут. Это растения субтропические. То есть, нужно найти какое-то место, где будет прохладно? Ну, в тропиках у нас попрохладнее зимой. Ну, без сквозняков. Ну, без сквозняков, да. Сквозняк для него. Невероятные условия в нашей квартире. И, значит, надо попробовать найти прохладное место и не поливать часто тоже зимой. И ваньку мокрого, и герань. То есть, они любят, когда зимой послушай. Еще один видео вопрос. Давайте выслушаем. У меня почему-то никак не растут. И даже если растут, то мало цветут. Глоксинии. Спасибо большое за вопрос. Глоксинии. Знакомый вопрос. Ну, глоксиния, она как бы растет из... На экране красного, видим. Да, да. Из луковицы. Я бы посоветовала по весне, когда только первые стрелки пошли, эти стрелки выщипать и поставить их в воду. Они тоже хорошо дадут корни. А вот уже, которые пойдут вторые, вот сейчас в апреле, они будут уже более сильные, менее вытянутые, и цвести будут лучше. Но это, на мой взгляд, мало, когда они начинают расти. Они вытягиваются, и такие, получается, как традисканцы. Поэтому вот я бы выщипала первые, которые... Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, коротко вопрос. Алло, здравствуйте. В общем, у меня такой вопрос к вам. Слушаем, слушаем. Вы ориентируетесь на то, что вы слышите в трубке. У меня не растет кактус полгода уже. А мы вроде как отвечали вам на этот вопрос. Ну, только извините, пожалуйста, но у меня что-то ничего не выходит. То есть, я так понимаю, что те условия, про которые вы говорили, были соблюдены. То есть, вроде и не докормлен он, да, почва ему подходящая. Что еще может быть? Я могу сказать, это не ваш цветок. Ага. Попробую. То есть, типически такое бывает, да? Да, бывает. Вот у меня, например, не растут цветущие цветы дома, и все. Растут только вот декоративно-лиственные. Сколько я пыталась, вот ту же глоксиню, она у меня растет. Но в итоге лето проживет, и зиму к весне уже не входит ни в какую. Отказывается. У вас есть такие растения, которые... У меня вот не растут хлорофитовые. Казалось бы, самые неприхотливые растения отказываются у меня жить. А еще говорят, что нужно не в открытую рассаду, а схватать тише. Ну, я отвлеку Викторию Юрьевну, да, вы заберете себе. Вот практически год назад вы, Виктория Юрьевна, к нам в гости приходили, и у нас была, ну, небольшая проблема, вот с таким вот растением, да, далеко у нас тут... Ой, спрятан. Вот вы нам разрезали на палочки. Я попробую нашим телезрителям показать. Эти палочки, вот они видны, видны, видны. То есть у нас было длинное и худое, теперь посмотрите, какой стал пушистый, да? Кустиция. Это вот, ну, за год разрослось на самом деле. И вот такие листики у нас появились. О чем это может быть... О чем может говорить? Это говорит о том, что на цветах листья тоже постоянно не живут. То есть жизнь одного вот листочка год-два. Поэтому вот, мне кажется, он от старости у вас уже и пожелтее. Что с ним сделать? Как бы его надо обрезать полностью. Обрезать или обломать? Нет, лучше обрезать. Мы уже говорили, что сок ядовитый, поэтому надо аккуратно... А потом у нас окнать череночек, вот нужно будет его снять. То, что осталось. Вот так просто, ну, будет расти дальше у нас. Опа, тяжело. Давайте еще один видео вопрос посмотрим. Знаете, у меня петуния не идет никак. Вот не могу ее рассадить нормально. Посадила, вроде как бы, как написано, но не идет вот и все. Не знаю, так же по целлофану и все. Ну, капризная петуния, что с ним делать? Да, капризная петуния. Когда покупаете семена, мы уже говорили, что надо обращать внимание на срок годности семян. То есть вот в этом году, например, надо семена брать у них, чтобы срок годности был до 15-16 года надо было покупать. Потом петунию сеять немножко пораньше. Ее где-то в марте надо сеять. Вот было уже надо посеять. И да, вот уже семена, наверное, кто петунией занимается, знает, что они очень маленькие-маленькие, так как манка прямо. Если у вас не получается, то берите семена, которые гранулированные. То есть их специально обрабатывают в оболочке, и они вот полегче идут. Идентифицировать на них, положить можно, да, из-за этих руки. Еще один вопрос, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я подарила своей бабушке семена мяты, и они не растут. Семена чего? Мяты. Мяты. Семена мяты. Правильно я услышала, да? Да. И они не растут. Спасибо большое за вопрос. Вот то же самое. Надо, во-первых, на упаковке смотреть срок годности. Если девочка сама собирала эти семена, то, может, неправильно хранила их. Или они вовремя собраны. Да, или не вовремя собраны. То есть, может, не дозрели они там, неизвестно что. То есть, как в следующий раз смотреть на срок годности. Или, да? Да. И если с куста, то подождать, пока начнут высыпаться из метелки. Еще один видео вопрос. Хамедорея. Сохнут кончики листьев. И, ну как, не очень чувствуют себя хорошо дома. Вот как раз, да? Вот это хамедорея. Во-первых, хамедорею надо рассадить, я все-таки считаю. Их продают, когда в горшочке, их там пучком, они там по штук 10-15 иногда растут. Если вы хотите, чтобы у вас был пышный куст, то штучки 3-5 оставьте в горшочке и пересадите. Потом хамедорею надо очень часто опрыскивать. Это пальма. И надо тоже ее обильно поливать, но редко. Тоже надо подождать, пока у нее верхний слой подсохнет. И очень хорошо полить. Надо, чтобы обязательно вода выливалась в блюдце. Вот до такой степени надо растения поливать. И еще один звонок. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. У меня два вопроса. Жасмину 10 лет перестал цвести. Раньше очень обильно цвюл. И вот уже где-то, наверное, года два он не цветет. И второй вопрос. Очень часто мне дарят цветы, которые куплены в магазине, в горшках, которые очень красиво цветут на витринах магазина, а домой приносишь, ни одного цветка не спасла. В общем, все пропали. Почему это? Спасибо большое. Сначала жасмин, да? Ну, давайте сначала жасмин. Может, он просто у вас уже старый, изросся, и как бы надо у жасмина сделать череночки новые и попробовать его расчеренковать. А потом, может, вы жасмин обрезаете, ну, вообще, если 10 лет уже рос, то уже, наверное, знают, когда обрезать. Некоторые цветы надо обрезать сразу после цветения. Например, клеродендрум, герани, те же самые розы. Их после цветения обрезать, и потом больше не обрезать, потому что они начинают закладывать бутоны вот именно в новых череночках. Есть вероятность, что они обрезают уже вместе с заложенными бутонами, и поэтому он не цветет. То есть так много, получается, всего нужно знать? Да, нюансики такие. И по второму вопросу про купленные цветы. То есть иногда, вот особенно на 8 марта, нам очень любят дарить гузманию. Это растение, которое отсветает, и потом погибает полностью, и только сбоку дает вот боковушечки, которые зацветают на 3-5 год. Вот, потом, например, азалию. Тоже она очень красивая. Про азалию мы сегодня уже говорили, да? Нет. Про азалию мы не говорили? Нет. Азалия очень красиво цветет, но азалия любит прохладу. Для нее, то есть надо, чтобы вот она сохранила свое цветение, надо было, чтобы было плюс 10. Иногда ее рекомендуют вообще обкладывать снегом. То есть у нее даже корневая система любит. Класс, лед можно в ледчик. Чтобы холодно было. Еще рекомендуют цветок, когда покупаете, если вы хотите, чтобы он у вас жил долго и счастливый, и цвел, то все-таки цветы срезать перед пересадкой, чтобы растение набрало силу для следующего цветения. Не ждать, пока оно отцветет с теми цветами, которые вы уже приобрели на нем. Ну вот мы не могли не воспользоваться тем, что у нас сегодня в гостях. Перестадили мы уже драцену. Надо подкармливать, не надо подкармливать. Вот мы сейчас перестадили, землюшечки добавили. Что-то еще сделать? В течение двух недель ее подкармливать нельзя. Потому что она сейчас только привыкает к этой земле. У нее и так большой стресс. Мы ее сейчас накормим. И она просто не сможет, у нее корни не готовы использовать подкормку. Просто в грунте, обычно в готовом уже есть определенный набор питательных веществ. Если мы ее сейчас подкормим, во-первых, это будет перекормка, а во-вторых, наверняка при пересадке какая-то часть корней пострадает. То есть будут мелкие повреждения, они просто загниют, если их покормить. Еще вот у нас там припасен, покупали, защищались от простуды имбирь. Он у нас немножечко пророс. Но времени совсем мало. Может быть, вы просто объясните на словах, наверное, посадить-то мы не успеем. Вы нам расскажете. Вот тут почечки есть. Значит, если вы имбирь все-таки обрезали на такие почки, ну, будет одно растение. Ой, будет много места одного у нас. То вот эти края все, которые обрезаны, надо посыпать толченым углем или корневином и дать подсохнуть в течение недели. И только после этого посадить сразу в грунт. И не глубоко. Да, вот чтобы почку не заклупить. При этом, какие листья она вверх выпускает? Я так понимаю, что корень-то будет разрастаться. Если вы хотите, чтобы росли листья, значит, горшок должен быть маленький. Если задача поставлена вырастить себе на питание корень, значит, горшок должен быть плоский и большой. В целом, удобрение. Насколько сложно определить, кому чего? Это нужно как бы в книгах прочитать? Ну, обычно, если у вас вот так нормально выглядят цветы, то надо подкармливать раз в две недели, желательно дома. И желательно чередовать. Вот мое мнение. Органику и неорганику. То есть органика — это вот, да, то, что пахнет неприятно. Да, но в бутылке бог с ним, пусть пахнет. То есть при том, когда выливаются на цветы, и потом не пахнет? Нет, вот и... Это очень значительное. Кстати, вот сейчас весной даже я бы рекомендовала опрыскивать цветы, то есть сделать вне корневую подкормку минеральными удобрениями, особенно микроудобрения. Сейчас они очень хорошо отзовутся на микроудобрения. То же самое удобрение, просто не поливать в горшок, а налить в бутылку, сплю и завтра обрызгать. Только на листья, у которых не ворсистые растения. То есть не фиалки, то, например, да? Время эфира, к сожалению, подошло к концу, хотя есть еще звонки, я думаю, есть повод еще встретиться. Напомню, что сегодня мы говорили о комнатных растениях, и гостями нашей студии сегодня были агроном Виктория Андрианова. Спасибо большое. И цветоводлюбитель, наша телезрительница Коренея Петросянцева. Спасибо большое. Всего доброго. А в следующем эфире программы «Случа из практики» мы говорим о том, как грамотно подбирать няню для своего ребенка, чтобы не переживать, оставляя своего кроху с чужой тетей. До встречи.